друзья всем добрый день доброго здоровья и сегодня я хочу поблагодарить подписчиков сегодня уже для меня такой рубеж 3000 подписчиков пройден вот для меня это приятное событие но надеюсь мы не будем останавливаться на достигнутом будем идти дальше вот и поскольку уже возникало несколько вопросов про зимнюю эксплуатацию про скажем так хранение мотоцикла зимой о том как менять масло надо ли менять фильтр после зимней спячки вот но такой вот несколько расширенный круг вопросов связанный с наверное с общим желанием сберечь наш мотоцикл продлить ему жизнь ну скажем вот такое радостное бережное отношение всегда но мне импонирует и я думаю что многих из нас это в общем-то касается в той или иной степени вот и давайте ну вкратце начнем с чего наверное о тех процессах которые происходят в двигателе о том как влияет на двигатель на его состояние те режимы эксплуатации и чтобы может быть как-то попытаться их более благостно на них повлиять вот так вот наверное назовем нашу сегодняшний сюжет вот сразу скажу что мои наблюдения они такие скажем так сборные соборные из разных источников из разных материалов наблюдения но допустим вот меня скажем наверное это уже долго пару лет назад немножко удивил такой вывод от виктора нарукова о том что масло нужно сливать на зиму то есть лучше его слить чтобы никакие там не образовывались шлаки разложения масла если она немножко поработала то она может разлагаться и образовывать какие-то нежелательные шлак шлаки в себе да то есть вот этот момент меня немножко удивил потому что я раньше с этим не сталкивался и вот сейчас я случайно напал другую информацию немножечко научного свойства немножечко может быть это скромно сказано вот о том что шлаки в масле все-таки действительно образуются вот а причина в том что они образуются в том что происходит так называемый гидролиз присадок в масле и гидролиз какое понимаете связан с со словом вода гидра это вода откуда же вода в масле откуда он туда попадает вот а попадает она туда как известно ну или скажем так один из путей при обычной работе двигателя обычно холодного двигателя когда его только запустили вот он начал работать и конденсируется влага при сгорании топлива и попадают между стенок цилиндра и поршня через компрессионные колечки маслосъемные колечки частично попадают вот в картерное пространство и если двигатель в дальнейшем не очень разогревается то есть короткие поездки он остается холодным потихонечку водичка накапливается это касается и автомобильных двигателей и в частности мотоциклетного двигателя но и к вопросу о зимней езде да то есть если у вас короткие поездки а зимой вы так сказать тоже решили эксплуатировать мотоцикл при низких температурах то вот эта влага попадает в масло еще более интенсивно вот и гидролиз присадок вот так в таких режимах он становится более ощутимый более естественный более более интенсивный скажем тогда и шлаки образуются более интенсивно и поэтому если вы осенью допоздна эксплуатировали мотоцикл и поездки у вас короткие почему короткие короткие я фокусирую внимание вот на коротких поездках потому что если у вас длительные поездки и двигатель прогревается интенсивно и продолжительное время в таком горячем состоянии находится то влага обычно успевает удаляться из масла испаряется и в этой так сказать ситуации она не так опасна и шлаков образуется там минимальное количество а вот если короткие поездки двигатель не успевает прогреваться то вода накапливается в масле более интенсивно вот отсюда собственно говоря это замечание вот и и теперь немножечко о ссылке на статью о том откуда я ее взял ссылочку я оставлю в описании статью я рекомендую прочитать может быть она чересчур научная чересчур устаревшая основана на маслах скажем которые были еще советском союзе с графиками с со всеми так сказать научными выкладками замз 402 этой газонский движок я так понимаю на нем испытания проводились вот но я вкратце немножечко так бегом расскажу на те момент которые до меня прежде всего так это мы чуть-чуть дали возможность ну так понаслаждаться вот во-первых первый момент какого вида отложения в двигателе образуется первый это нагар это не связано с маслом в основном да это связано с тем что температурный режим двигателя чем холоднее тем больше нагара на стенках камеры сгорания на днище поршня а вот чем горячее тем нагара меньше или если температура превышает какую-то величину то даже наоборот может возникать самоочистка но вот такой график я наверно внизу сейчас покажу нагарообразование чем больше температура тем меньше нагар но с другой стороны ребят вот интересное дело твердость нагара оставшегося нагара увеличивается с ростом температуры то есть происходит запекание и до тонкий слой нагара но если он скалывается том вредит гораздо больше цилиндру вот попадая в зазор между поршнем и цилиндром за счет своей твердости вот такой интересный момент то есть полка двух концах толстый слой и более мягкий при эксплуатации если ничего не делать а если пытаться его так сказать прокалить чтобы он вылетел в выхлопную трубу то остатки могут оказаться более твердыми и повреждать поверхность более скажем так существенно это и надо иметь ввиду лучше все-таки периодически очищать нагар с разборкой двигателя наверное так я считаю вот дальше лаки лаки образуются тоже при высокой температуре вот вы видели может быть двигатели в индии которые ремонтируются интенсивно и в картере достаточно такой толстый слой этих лаков такого коричневого цвета вот это связано с тем что они оседают вот при более высокой температуре более интенсивно это тоже стоит иметь ввиду ну и это зависит конечно от качества масла современные хорошие масла практически но не выпадают то есть лаком минимум вот минеральные масла старые масла но достаточно так сказать интенсивно образует лак дальше ребят вот шлак о шлаке я уже немножко в самом начале упомянул вот осадки чем выше температура тем меньше воды вот и соответственно шлака выпадает меньше маленький практический совет на всякий случай для тех кто сомневается как быть весной поменяли масло а пробег маленький менять ли фильтр масляный и вот тут я наверно замечу что если вы слили холодное масло вместе со шлаком промыли небольшим количеством масла но пол-литра 06 достаточно чтобы систему так сказать целиком промыть то при таком малом пробеге и можно фильтр и не менять можно его оставить вот но если вы этого не делали а допустим смена масла вас стандартная то есть вы вначале завели мотоцикл прогрели двигатель тот тот самый шлак который при гидролизе образовался он попадет вот в масляный фильтр за зиму он там как бы сказать гидролиз времени достаточно вот он может вполне попасть и может забить вот не очевидно конечно не факт что такое может случиться именно у вас но тем не менее вероятность этого есть поэтому я бы рекомендовал если есть финансовая возможность все-таки на всякий случай фильтр заменить вот он не так дорого стоит практически дешевле скорее всего чем тот объем масла который вы будете менять вот и лучше заменить это такой вот практический совет независимо что у вас там пробег маленький зима простоял гидролиз мог быть что-то мало попасть то есть и так это и либо промывать сливать масло старое промывать масс хорошим маслом ну как тем же самым или подобного качества тоже деньги поэтому может быть лучше имеет смысл заменить фильтр и не париться вот ребят такие наблюдения вот такая статья ссылочка будет в описании посмотрите кому интересно вот может быть излишнюю информацию можете пропустить но в целом ее идею так сказать лучше взять на вооружение понимать что происходит в нашем двигателе во время его работы вот но и как с этим бороться спасибо за внимание всего доброго до свидания